Приветствую, друзья. Когда-то в юности я сидел задумавшись о Саше Водорадске, мой друг, взял и нарисовал меня карандашиком. И потом, через много лет, я посмотрел на эту фотографию свою, так сказать, мой портрет, карандашом так набросанный. И взгляд был такой задумчивый. Я вспоминаю сейчас, какое состояние у меня было тогда. И когда я начал вспоминать, я так же сел, как тогда, и стал вспоминать, и у меня тоже появилась задумчивость. Да, но если бы мне сказали сейчас, ты попробуй найди то состояние нуля, которое было в том состоянии эмоциональной дистанцированности, отрешенности, от конкретности, а какое-то соединение с вечностью, с бесконечностью, с безвремением. Найди это состояние пустоты в голове такой вот, вечности. Но я бы, наверное, не смог сразу найти. Но когда я вспоминал, как я держал голову, как Саша меня рисовал и как я задумался, то есть когда я начал переживать ту обстановку и то положение тела, рук, как я голову наклонил и вспомнил, как он меня рисовал, у меня эта задумчивость появилась. То есть я поэтому хочу вам сказать, друзья, я много раз пытался это донести, но у меня не получалось. Я сейчас вот этот пример рассказываю к тому, что если вы вспомните какой-либо счастливый случай в жизни, что вы в этот момент делали. Или там танцевали, как я рассказывал как-то в одном ролике, положив голову кавалеру своему на плечо, это я к даме обращаюсь сейчас. Или вы играли в теннис когда-то 30 лет назад и чувствовали себя счастливым. Если вы начнёте моделировать свои движения или положите голову вот так и будете, ну именно переживать, о чём вы тогда переживали, а не искать состояние вот этой безбрежности, нулевое состояние, не надо пустоту искать. Вы постараетесь положение тела такое сделать, как тогда, и обстановку ту, как бы вспоминать, переживать. А состояние вот этой безмятежности, оно само появится. Поэтому, когда люди делают ключевые приёмы и сразу ждут вот этой пустоты, освобождения от страха и стресса, у них не получается. Потому что она каждую секунду может проверять, или он наступил, или не наступил. Нет, вы просто вспомните ситуацию и смоделируете положение тела, какое у вас тогда было. И вы увидите, когда вы переживаете, о чём тогда переживали, ощущаете то, что ощущали, вы заметите, что через пару минут вы окажетесь в этом состоянии безмятежности. Это путь к нулю. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok